Привет, меня зовут Вероника, рада видеть вас на своем канале. Сегодня буду показывать, что я купила за последнее время на сайте La Moda. Это будет одежда, это будет обувь. Надеюсь, что вам это видео понравится, что-то вам из этого ролика приглянется. Давайте начинать. Первая вещь, которую я вам покажу, это свитер из 100% шерсти. Многие из вас уже спрашивали у меня про него. Я снимала в нем предыдущий ролик, надевала его поверх этой футболки. Кстати, про нее чуть позже я тоже расскажу. Также я выкладывала в нем фотографии в инстаграме, тоже очень многим понравилось. Это свитер бренда Uniqlo, и да, сейчас он продается на La Moda. Я не знаю, насколько сильно отличается цена от стационарного магазина, и отличается ли она вообще. Я не помню, сколько стоил этот свитер в магазине, но на La Moda я купила его за 3000 рублей, плюс там был какой-то промокод. Это очень теплый свитер, он действительно будет вас согревать, он действительно очень приятный к телу, можно носить его на голую кожу, не использовать все нижний слой, он не будет колоться. Однако я чаще всего все-таки надеваю его с футболкой, потому что мне нравится такая многослойность. Еще мне очень понравился оттенок этого свитера, потому что это что-то среднее между шоколадным и бежевым. Это идеальный, не слишком теплый и не слишком холодный оттенок, который тоже подойдет большинству типов внешности. Мне этот свитер очень понравился, и я определенно буду часто его носить. Следующая покупка — это куртка Bomber. Здесь тоже песочный оттенок, но он уже гораздо более теплый, чем у предыдущего свитера. Я сначала хотела бы сказать о плюсах данной куртки. Во-первых, тут очень хорошее качество пошива, действительно не к чему придраться, и очень классный материал. Здесь хлопок в составе также с чем-то, внутри есть утепление, то есть это не суперлегкая курточка. Я выходила в ней в... сколько? Плюс 5 было, мне было абсолютно нормально. Здесь также есть мех, он съемный, вот здесь вот он отстегивается, то есть в целом вы можете ходить и без него. То есть вот здесь есть такой ворот без меха, тут очень классно сделаны рукава, они на резинке, классные карманы также. Я могу сказать, что мне, наверное, стоило брать на размер, а то и на два размера больше, и это единственный минус этой куртки, она, как мне кажется, недостаточно объемная. Поэтому в растетнутом виде мне ее носить не сильно нравится, я пробовала надевать ее и так немножко подворачивать, чтобы это выглядело более объемно и укорочно. И в данном виде мне понравилось больше. Но вообще куртка очень классная, тут также хорошее качество фурнитура, хорошая молния, все супер классно, аккуратно прошито, об этом я уже сказала. Вот, прекрасная весенняя куртка, я думаю, что многим она тоже может приглянуться. Пока не забыла, давайте расскажу о той футболке, которая находится в данный момент на мне. Это белая футболка, она достаточно плотная, это 100% хлопок. На мне сейчас черное белье, и вы видите, что она не слишком-то сильно просвечивается, даже практически не просвечивается, я бы сказала. У нее очень хорошее качество, тут удлиненный рукав, очень плотная горловина, которая не будет растягиваться, и идеальная длина. Можно прекрасно, конечно, заправлять эту футболку, если вам в таком варианте нравится больше, но если вы будете выправлять ее и носить в таком выправленном виде, она тоже будет смотреться прекрасно. Я долго искала себе хорошую белую футболку, раньше я тоже, кстати, вот в Юникло их покупала, почему-то я не додумалась на Ламоде посмотреть футболки Юникло, может быть, они там тоже были. Но я взяла вот эту футболку, она мне очень сильно нравится, она полностью меня устраивает, я ношу и как самостоятельный элемент одежды, и как нижний слой тоже ношу. Следующая вещь, это водолазка от бренда Манго, заказанная мной там же на Ламоде, она очень тоненькая. На примерке я специально снимала ее с черным бельем, чтобы показать вам, насколько там тонкий материал, но я это знала, и именно такого эффекта я и добивалась. Я использую ее как нижний слой, она очень приятная к телу. Тут, кстати, даже, по-моему, натуральный материал, сейчас я вам скажу точно. У меня размер XS, я буду внизу прописывать все размеры, потому что я не всегда помню, что их нужно проговаривать. 96% вискозы и остальное эластан. Очень хороший состав, поэтому она приятная к телу. Я данную водолазку могу рекомендовать, но тут есть также нюанс, который может кому-то не понравиться. На плечах здесь есть вот такие вот сборочки. Но мне кажется, что это довольно интересный элемент. Мне надоели немного супер базовые вещи, без каких-либо деталей, поэтому данная водолазка мне приглянулась, несмотря на то, что когда я ее заказывала, я не знала, что здесь есть эти сборки. Но в конечном итоге они мне очень даже понравились. Мы с вами продолжаем шествие по светлым оттенкам. Пальто. Пальто-халат. Тут спущенное плечо. Оно очень классно сидит, достаточно объемно. На свой рост я взяла размер S, хотя там был XS, но мне захотелось чего-то такого более расслабленного. И это пальто с поясом. Вы, кстати, можете носить его на распашку, можете завязывать на ваш взгляд, как это будет лучше. Тут также есть достаточно глубокие карматы. На мой рост метра пятьдесят шесть. Как мне кажется, длина идеальная. Возможно, на высоких девчонках будет сидеть не так хорошо, потому что, как мне кажется, пальто все-таки должно быть длинным. Грязная погода. Это, конечно, не тот случай, когда стоит надевать данное пальто, потому что из-за его длины оно, конечно же, будет пачкаться. Тут еще супердлинные рукава. Они подборнуты, но, тем не менее, они даже так длинные. Вот. Кстати, тут какой-то не очень хороший состав. Полиэстер, полиамид. В общем, это синтетика. И оно стоило очень дешево. Около пяти-шести тысяч. Но мне очень хотелось иметь светлое пальто в своем гардеробе. Я заказала несколько вариантов, примерила. И на удивление, вот эта вот, которая оказалась самым дешевым, села на мне лучше всего. Итак, обувь, которую я купила, но ни разу не носила, потому что я как-то не подумала, что вообще-то я не ношу такой высокий каблук, но мне очень сильно хотелось иметь такие светлые сапоги в своем гардеробе. Я сшила юбку из шелка. Может быть, вы видели какие-то образы у меня в ней в инстаграме. В любом случае, я вставлю вот здесь. И мне захотелось, чтобы к этой юбке у меня была светлая обувь, но юбка белая, а мне хотелось, чтобы сапоги были молочные. Знаете, многие говорят, что это странно сочетать белое с молочным, но мне очень сильно нравится. Я обожаю это странное сочетание. Оно очень редко встречается, и с ним действительно нужно уметь работать. Но в данном случае это выглядит потрясающе, как мне кажется. Давайте подробнее о сапогах. Сапоги на достаточно высоком каблуке. Мне очень нравится здесь форма каблука. Также нравится очень острый мыс. Также продольная полоса по центру мыса. И это действительно очень красиво удлиняет ножку. Тут достаточно свободное голенище. Тут серебряного цвета фурнитура. И это эко-кожа. То есть это кожа не натуральная. Материал тут, на самом деле, скажу, не очень хорошего качества. То есть он очень сильно похож на клеенку. Но я понимала, что я не буду носить такие сапоги слишком часто. Скорее всего, это будет пара выходов. Или просто на фотографиях, как это сейчас у меня и есть. Я сейчас, кстати говоря, снимаю свой инстаграм. Там такой челлендж марафона, где я каждый день выкладываю видео абсолютно в новом образе. Я планирую вообще изучить, что есть в моем гардеробе. Насколько, что с чем сочетается. То есть это и для меня развлечение. И вам также будет интересно посмотреть, возможно. Так вот, я пока использую эти сапоги только там. И, скорее всего, я их все-таки продам в итоге весной. Потому что, конечно, это немножечко не мой стиль. Немного не мой вариант. Но мне очень хотелось поэкспериментировать, побаловаться. Тем более, у меня есть теперь верхняя одежда в светлых оттенках. Конечно же, мне нужна светлая обувь. Ботинки, которые сейчас у меня являются самыми любимыми во всем моем гардеробе. Я даже не знаю, что это за бренд. Тут нигде не написано. Но это российский бренд какой-то, насколько я помню. Это натуральная кожа. Внутри чей-то стриженный мех. Не помню, чей. Круглый мыс. Кожа, кстати говоря, матовая. Очень хорошая также фурнитура. То есть здесь классные заклепки. Грубая подошва, которая на моей ноге выглядит прекрасно. И что мне особенно понравилось, это вот эта вот надпись Омсе. Я сначала испугалась этой надписи. И когда я покупала данные ботинки, я взяла еще несколько вариантов, чтобы примерить пункты вытачи. И в итоге взяла другие. Они у меня пролежали неделю. Я всю неделю не хотела их надевать. И думала об этих. Потом я вернула все-таки те ботинки. Перезаказала эти. Они мне пришли. Я их очень долго ждала. Но это на 100% того стоило. Потому что, несмотря на то, что сначала я думала, что из-за этой надписи их сочетаемость с другими вещами понизится, оказалось абсолютно наоборот. Они сочетаются абсолютно со всем, со всеми вещами. Но при этом они добавляют какую-то классную такую изюминку. Они, кстати говоря, совершенно не натирают. Они суперудобные и комфортные. Я взяла 36 размер. У меня 36. Поэтому я брала свой. Они не маломерят, не большомерят. Вам тоже рекомендую брать свой размер. Друзья, у меня, к сожалению, нет для вас промокода LAMOTO. Я с ними не сотрудничаю. Но если он у меня появится, я обязательно с вами поделюсь. Надеюсь, что этот ролик вам понравился. Обязательно напишите в комментариях, какая вещь вам приглянулась больше всего. Также буду рада, если, возможно, у кого-то из вас возникнет идея и отправить мне ссылки на какие-то вещи, которые вы хотели бы, чтобы я заказала, примерила на себя. Я такой вариант тоже рассматриваю. Так что делитесь обязательно в комментариях. Ну а мы с вами совсем скоро увидимся в следующем видео. Пока-пока!